Добрый вечер, меня зовут Ирина Костерина. Я работаю в фонде Бёля, координирую программу, которая называется «Гендер-демократия». И мы сегодня совместно с образовательным центром «Гараж» проводим, как мне кажется, совершенно важные и потрясающие мероприятия с обсуждением, как должен и может быть устроен социально справедливый город. Я чуть-чуть расскажу вам сначала, откуда взялась идея, представлю наших спикеров и расскажу о нашем формате, и дальше мы уже поедем. Идея взялась простым человеческим образом. Однажды я была на семинаре, который проводил наш фонд, мы где-то встречались, несколько разных офисов, рассказывали, что у кого происходит в проектах. И была совершенно прекрасная девушка из нашего пражского офиса. Она не сотрудница, просто партнер пражского офиса, её зовут Мелод Сидорова. И она нам рассказывала о том, что она была таким простым архитектором. Всю жизнь проектировала какие-то здания, придумывала проекты, делала дизайн. И вдруг она начала понимать, что в этом классическом дизайне всегда чего-то не хватает. Не хватает вещей, предназначенных для специфических групп. Как бы город делается непонятно для кого, для какого-то среднестатистического человека. А кто он такой? У него что, нет пола, возраста, у него нет тела? И тогда она подумала, что ей стало интересно как-то разобраться с этим. И она стала сама просто ходить по городу. Она живёт в Праге, она ходила по Праге, изучала, путешествовала в разные города. И она стала понимать, что не все города устроены одинаково, что не во всех районах города разные люди с разными потребностями чувствуют себя одинаково комфортно. В некоторые районы города иногда страшно заходить вечером, в некоторые районы города иногда страшно заходить всегда, в некоторые районы города просто неудобно ходить почти всем. И вот её заинтересовала эта тема, она написала книжку. Книжка на самом деле, ну вы, если кто-то ещё её не взял, на самом деле можно вот сейчас прям подойти и взять, потому что мы привезли достаточное количество экземпляров. И в общем-то она сделана как комикс. Она здесь больше рисунков, чем текста. И для современного человека это тоже очень важно, этот формат, чтобы тебе вот там не диссертацию написали. Ну диссертация-то хорошо на самом деле, но тоже как бы не все в состоянии сейчас осилить, уделить как-то это время этому, а очень простым языком, через рисунок, через комикс, через образы. Она исследовала несколько городских кейсов. Вот, расспросила нескольких человек, которые путешествовали по разным районам города, как им в этом районе, как они себя тут чувствуют. И из этих всех историй родилась эта книжка. Сейчас она переведена на шесть языков, вот на самом деле, ну русский шестой, на который мы её перевели. И мне кажется очень важным распространять эти знания, эти какие-то, не знаю, ну на самом деле, очень простые идеи, потому что очень часто я тоже хожу по Москве, по другим российским городам и пытаюсь посмотреть на всё это с разных точек зрения. Ага, а могла бы здесь пройти мама с коляской, вот этот район, вот этот вот промежуток. Наверное, это было бы сложно. Дорожные переходы, какие-то сложные другие препятствия, лужи, которые не зарастают ни летом, ни зимой, никогда. Неосвечённые участки города, где страшно идти не только женщинам. Многие женщины говорят о том, что у них есть тревога, проходя какие-то там гаражные, тёмные улицы, и мы все инстинктивно зажимаем ключи или зонтик в руке, те, чтобы преодолеть это препятствие, но и мужчинам тоже там страшно, потому что, господи, какая-то пьяная компания, которая бесконечно сидит на этом углу. А насколько это вообще всё легко? Людям, которые передвигаются по городу на инвалидной коляске, людям, которые передвигаются по городу на велосипеде, а людям, которые имеют какие-то свои физические особенности, им нужны необычные лавочки и стандартные, которые ставятся в городских парках, а какие-то другие. И на самом деле, когда мы начинаем размышлять о этих разных версиях, город делается таким многообразным и таким интересным, ну и очень сложным организмом, про который нужно понимать, думать и вообще думать, что с этим делать. Вот, в общем, собственно, сегодняшний разговор, он про это. Мы собрали несколько экспертов из очень разных сфер и хотим сегодня обсудить, у нас есть на повестке какие-то вопросы конкретные, которые мы предлагаем. Поэтому сначала я предложу, чтобы мы поговорили немножко вот как бы вот в этой части, а потом я надеюсь, что у нас будет какой-то диалог, высказывание. У нас еще есть несколько людей в аудитории, которые тоже приготовили свои важные высказывания и проекты, и, в общем, мы их послушаем. Поэтому, значит, жить мы будем сейчас так. Ну вот у нас эксперты. Я честно вам скажу, что я знаю глубоко не всех наших экспертов, поэтому я просто представляю направление, немножко деятельность, чтобы вы понимали, про что этот человек. Вот. У нас есть Мария Сарчева, которая занимается инклюзивными программами Еврейского музея. У нас есть Настя Красильникова, которая соосновательница ФемТокс в МГУ. У нас есть Павел Ярилин, который муниципальный депутат района Аэропорт. У нас есть Варвара Кобыща, которая высшая школа урбанистики, высшая школа экономики. У нас есть Михаила Алексеевский. Это сейчас Алексеевский. Миша, я тебя знаю дольше всех остальных, и неправильное ударение сделано. Вообще мне стыдно. Это Стрелка, городской антрополог. И у нас есть Алена Левина, организатор фестиваля «Женщины, инвалидность, феминизм». Художница и фемоактивистка. Других еще экспертов, кто у нас сидит в аудитории, я представлю чуть позже. А сейчас сразу хочу перейти к нашим вопросам. Ну, собственно, сам вопрос про город. Какие вы видите проблемы в современном городе, в современных, ну, скорее, российских городах, поскольку мы говорим сейчас о нашей реальности. И какие есть основные проблемы, какие вы видите специфически уязвимые группы, или, может быть, какие-то социальные группы, которые недопредставлены в городской среде. Вот кто готов и хочет начать что-то про это сказать. Ну, вопрос, на самом деле, звучит немножко странно, потому что скольких… Вот вы выходите из дома, идете в магазин, и сколько инвалидов на коляске вы можете увидеть за эту походку, поездку? Один. Один. В лучшем случае. Ну, то есть есть уязвимая группа граждан, которые передвигаются на колясках. Для них непреодолима большая часть городской среды, и это самый очевидный, наверное, самый болезненный вопрос в данном контексте. Самая уязвимая группа, после тех, кто уже лежит на кладбище, извините за шутки. И скажу, что да, если мы сейчас будем говорить о доступности городской инфраструктуры для маломобильных людей, также незрячих, слабослышащих, это может дискуссия очень надолго затянуться. Я хотела бы отметить проблему, с которой я столкнулась, когда я сейчас сюда к вам приехала. Для того, чтобы добраться из спального района Москвы, я живу на метро «Молодежная», мне пришлось сменить четыре автобуса, чтобы добраться до условного центра города. Если говорить о периферии, у нас нет доступного транспорта, кроме Санкт-Петербурга и тех городов, где проходили большие спортивные соревнования, назовем это так, где специально под эти международные соревнования закупили транспорт и стали развивать как-то возможность для маломобильных групп перемещаться из точки А в точку Б или даже в точку С. В Москве же, в отличие от европейских городов, которые кто-то посещал, кто-то нет, кто-то знает, кто-то не знает, плохо развита транспортная инфраструктура. Вы скажете, а как же метро? Я могу сказать так. Допустим, да, есть инвалиды, которые используют приспособление, допустим, тросточки или активного типа коляски, которые могут спуститься в метро, и есть служба сопровождения. И, в принципе, опыт показывает моих знакомых то, что можно нормально передвигаться в метрополитене, если ты маломобильный пассажир. Но вот я, допустим, использую электроколяску, и я лишена такой возможности, как услуга сопровождения для маломобильных граждан, потому что наше метро не приспособлено для того, чтобы я смогла туда спуститься, я смогла преодолеть эскалаторы и забраться спокойно, без каких-либо приключений, в сам вагон метро. У нас приступок между платформой и вагоном составляет более 15 сантиметров. Так вот, и для того, чтобы добраться из своего района в центр, мне надо... Я могу это сделать, но для этого мне нужно сменить несколько автобусных маршрутов. В других городах, по своему опыту, я могу сказать, что транспортная система развита лучше. Есть трамвайные линии, где трамваи приспособлены для маломобильных групп, и они стягиваются из периферии к центру. Вот, допустим, я была в этом марте в Берлине, и там как раз вот так. Там есть и метро, которое частично доступно на каких-то станциях, есть лифт, на каких-то нет, есть трамваи, есть автобусы, и безукоризненная ответственность водителей, которые посадят вас в тот или иной транспорт, потому что у них такой регламент, у нас тоже такой регламент, но зачастую человеческий фактор берет верх, и водители автобусов не сажают человека на коляске по разным причинам, начиная с того, что он просто не хочет этого делать, это видно, потому что он даже не хочет выходить. И дальше по незнанию был водитель, который говорил, у меня тут нету кнопки, которая бы открывала опироль вот эту вот. Ну, знаете, автобусы у нас, есть такие откидные пандусы, и он говорит, нет кнопки. Ну, мы ему объяснили, что там кнопка не нужна, надо ручками поработать. Вот. И также зимой техобслуживание автобусов не до конца производится, и замерзают вот эти вот как раз платформы, и водители отказываются сажать, и ряд проблем с передвижением возникает. Вот я хотела бы об этом сказать, что транспортная инфраструктура для маломобильных граждан у нас не развита. Может быть, я тоже несколько слов скажу. Ирина меня представила как городского антрополога, но я на самом деле не просто городской антрополог, а прикладной городской антрополог, который как раз проводит исследования не чисто из академического интереса, а для того, чтобы потом результаты этих исследований использовать при реализации тех или иных городских проектов, в том числе, которые как раз касаются и городской среды. И, конечно, проблема доступной среды – это какой-то бич и боль всех российских городов, в том числе и Москвы. И такой самый яркий, наверное, пример, который меня поразил в свое время до глубины души – это однажды мы проводили исследование, которое касалось здания одного из органов государственной власти, где тоже планировалась какая-то реконструкция, и один из государственных мужей, который в этом здании регулярно бывает, он оказался, как и по совместительству наш информант, он оказался как раз колясочником. И когда я понял, что даже на довольно высоком уровне государственной власти ничего не сделано для того, чтобы этому человеку было хоть как-то минимально удобно, то есть, например, когда ему нужно было выступать на каких-то совещаниях, он просто не выступал, потому что он сказал, что я скатиться по ступенькам к трибуне, может быть, смогу, но подняться уже я не смогу никак. И он, ну, так сказать, как мог выполнял свои функции, но вот если даже на таком уровне эта проблема пока не решена, то ну что говорить о городе в целом? Это правда, куда ни посмотри на… Можно без конца перечислять действительно категории жителей, которые в той или иной степени ущемлены, и, например, даже, там, не знаю, мамы с колясками зачастую, описывая, как они используют пространство своего района и рисуют так называемые ментальные карты, у них просто бывали огромные слепые зоны в этих ментальных картах, потому что они говорили, ну, вот здесь вот такая лестница, что мы уже не пройдем с коляской, здесь я не смогу перейти. И, конечно, когда ты смотришь на город глазами этих людей, ты понимаешь, насколько все, конечно, сделано неправильно, непочеловечески, и вот этот какой-то такой стандартный подход к среднестатистическому горожанину, который, значит, как-то всюду кое-как должен пройти, это путь несоциально справедливого города, который нужно менять на социально справедливый. Я очень рад, что вышла такая простая, доход, такая очень понятная книга, но мне кажется, что вот если ее просто прочитать, это сколько там, 20-30 страниц, читается она за 10 минут, просто ты уже никогда не сможешь глядеть на город глазами, ну, вот, до того, как ты ее прочитал. Очень здорово, что она вышла. Спасибо. Миша, Владимир. Можно я добавлю? Если честно, если честно, меня сразу же смущает, как мы начинаем говорить в категориях ущемления, в категориях какого-то отсутствия... Ну, то есть изначально вопрос и книга, которая вышла про социально справедливый город, и, насколько я знаю, среди комикса нет одного персонажа или персонажки на инвалидной коляске, и я думаю, что, может быть, частично это сделано сознательно, для того, чтобы как раз-таки сместить ракурсы с категории доступности, которые, как бы, да, мы знаем, есть нормативы, да, есть в категории, ну, больше, наверное, универсального дизайна, тут я как раз вижу Машу Генделеву, как раз в категории учитывания других разных опытов, нежели чем в категориях нужды. И вот меня очень часто смущает, что мы говорим в очень, ну, не то чтобы негативном ключе, а в очень грустном ключе о том, в каком городе мы живем. И как пользовательницу города, я не родилась в Москве, но как пользовательница города меня это тоже фрустрирует, потому что я хочу ходить по городу, испытывать радость и непредсказуемость, и какие-то другие положительные эмоции от контакта с городской средой. Вот. Как вы их испытываете, вы поделитесь тогда своим, наоборот, позитивным опытом, вот, где город для вас удобен, в каких именно моментах вы радуетесь, что он у вас есть? Ну, это связано с одним конкретным проектом, который мы делали в прошлом году. Он связан с тем, что все внимание городской власти в прошлом году и всех общественных пространств было целиком и полностью направлено на центр города, а так называемая окраина или так называемая периферия осталась в этот момент заброшенной. Ну, как заброшенной? Там по-прежнему жили люди, и по-прежнему происходило очень много вещей. И это территория с большими широкими улицами, как раз-таки по большей части, потому что спальные районы, так называемые, застраивались в 70-е годы, где совершенно другое представление о том, как должен работать свет и пространство было. И мы делали такую масштабную прогулку вместе с музеем Вадима Сидура и несколькими еще моими друзьями, активистами и кураторами, когда мы просто согласовали проход шагающего оркестра, который играет Новоорлеанский джаз вместе по доступному маршруту, который учитывал бы разные форматы и разные темпы восприятия города. И в этот момент согласовать двухчасовой проход огромного шагающего оркестра, который играет Новоорлеанский джаз, любой человек может присоединиться, который проходит мимо или не присоединяться, а просто пройти мимо. Сделать это в центре, допустим, было бы невозможно. И тут мы понимаем, что вот этот недосмотр условный, ну и согласовать это в центре в момент проведения чемпионата мира по футболу было бы невозможно по нескольким причинам. Ну и тут мы понимаем, что это как раз таки вот этот условный недосмотр и вот это условное нежелание городских властей и обращать внимание на какие-то территории или требовать менять эти территории. Она оказалась нам на руку, потому что она оказалась свободной в этот момент. Ну да, я бы продолжила как раз проблематизацию постановки вопроса про какие-то отдельные группы людей с инвалидностью, особенно о которых мы в первую очередь привыкли думать. Мне кажется, это довольно большая действительно проблема отчасти в постановке вопроса, потому что таким образом вопрос о доступной среде, а не универсальной среде, всегда где-то на последнем месте. Ну то есть мы архитекторы, мы делаем проект, а еще нам надо не забыть про нормативы по доступной среде. В среде и всех прочих где-то в списке они есть, и нам надо, значит, немножко докрутить наш готовый проект для того, чтобы и это там предусмотреть. И это очень такой большой, мне кажется, важный принцип поговорения об этом в целом, потому что, да, особенно пример Михаила о том, что даже там большой чиновник имеет такие проблемы, не имеет никаких ресурсов, это всегда вопрос, который ставится про кого-то другого, про какую-то специальную группу. Это действительно вопрос доступной среды в таком очень узком понимании о неуниверсальном дизайне или неуниверсальных принципах создания пространства. И отчасти, мне кажется, как раз книга, если к ней возвращаться, отчасти она преодолевает как раз эту рамку. С другой стороны, я зацепилась за один пример, который, мне кажется, работает немножко в обратной логике, ну или, по крайней мере, немножко не помогает. С одной стороны, да, это не книга про людей, про то, как сделать пространство для людей с инвалидностью только. С другой стороны, там есть пример про публичные места и о том, что они не должны быть коммерческие, потому что это очень сильно ограничивает доступ туда многих людей, которым душно, которым много народу, которым слишком дорого, которым страшно зайти в туалет в дорогом кафе и так далее, и так далее. И предложение делать не коммерческие, публичные пространства, которые будут абсолютно доступны и инклюзивны для любого человека, просто не будет стесняться туда зайти. И это, с одной стороны, звучит как абсолютно логичный и понятный ход, с другой стороны, это ставит вопрос о том, как это сделать работающим, а как это сделать выгодным, как универсальный дизайн и инклюзивное пространство сделать выгодным для совершенно конкретных людей, организаций, которые финансируют эти проекты, которые дальше это поддерживают. Есть и так довольно большая, мне кажется, проблема, особенно в российских архитектурных и планировочных проектах, что очень часто буквально финансовая, экономическая и дальше модель этого места, она не просчитывается, и точно так же не просчитывается, например, делается парк, но не просчитывается, или там очень редко, когда просчитывается, кто будут те пользователи, там те культурные агенты, которые это будут дальше поддерживать, пользоваться и создавать наполнение. И мне кажется, вот этот утилитарный вопрос о том, каким образом, хорошо, мы можем сделать абсолютно, значит, некоммерческое, открытое место, оно значит, что вся нагрузка по его поддержанию будет там ложиться на город. На этом будут, скорее всего, очень сильно, если это не такой город, как Москва, на этом будут дальше сильно экономить, и даже если мы сделаем такое прекрасное, инклюзивное место, дальше просто, например, на его поддержании, на том, чтобы оно было в порядке, чистым, ремонтировалось вовремя и так далее, на этом будет экономиться, если не будет никаких средств для того, чтобы это место финансировать. И мне кажется, это очень важный, здесь как бы два важных вопроса. С одной стороны, как в публичном дискурсе сделать вопрос об инклюзивную в самом широком смысле городской среде. Не последним и таким очень базовым, чтобы это не было в конце списка нормативов, которые надо выполнить в проекте. С другой стороны, как это сделать выгодным. Как сделать так, чтобы это была не какая-то социальная нагрузка, которая по каким-то совершенно неведомым причинам должна ложиться на тех, кто финансирует, на стейкхолдеров, на инвесторов, которые финансируют реальные проекты городской среды. Для того, чтобы это было выгодным экономически, социально, не знаю, с точки зрения пиара или еще как-нибудь. это очень ключевые вещи, мне кажется, наравне с конкретными принципами, как это пространство должно выглядеть. Вы знаете, я подумала, пока вы говорили, ну, как бы несколько человек из вас, я подумала еще про одну вещь. Ну, я вот просто представила себе некий цикл жизни такого, скажем, среднестатистического жителя Москвы, как он осваивает пространство, куда он ходит и все остальное. Я живу не в самом плохом районе Москвы, Бутырский, это метро Тимирязевская. И вот, чтобы преодолеть границу между Бутырским и Тимирязевским районом, мне нужно пройти железную дорогу, по которой идет аэроэкспресс в Шереметьево, а дальше Дмитровку, под которой нужно пройти под Дмитровкой, довольно длинный туннель. И каждый раз я вижу скопление больших людей, которые стоят, и это очень разные люди, это пожилые люди, которые не могут быстро преодолевать определенные пространства, это мамы с колясками, люди на инвалидных колясках, которых непременно кто-то должен сопровождать, потому что перейти современную московскую железную дорогу на коляске это практически невозможная миссия. И есть еще другой участок, довольно близко к метро, это две минуты от метро, у нас вот такой гаражный комплекс, который вдоль железной дороги очень удобно построить кучу гаражей, и вот все зимнее время женщины сбиваются в стайки, чтобы преодолевать это пространство в безопасных группах, потому что идти там одной реально просто стремно, потому что там мужчины писают, под деревьями стоят, а там какие-то выпивают товарищи такими бодрыми группами, ну и реально, и в общем-то это две станции до кольца, да, ну кажется, что, господи, это достаточно центра Москвы, который уже какой-то вот, он небезопасный, он неинклюзивный, хотя все наделали, наделали вот этой плитки, по которой могут люди идти с тростью, сделали пандусы, но мне кажется, они такие прямо это для камикадзе, эти пандусы под таким углом, что вот разгоняешься и куда-то там врезаешься на нем, ну то есть вот с одной стороны вроде что-то делается, меня очень радует, что оно делается, с другой стороны я пока не очень понимаю, кто те прекрасные силы, которые участвуют в принятии этих решений, кто все те люди, агентства, министерства, службы, кто их консультирует, то есть вот мне очень интересно понять, что вы знаете про это, каким образом, ну горожане сами, они вообще участвуют в принятии решений, у них есть какая-то возможность влиять на это, предлагать что-то, вот если вы поделитесь каким-то своим опытом этих практик, это будет здорово, да, Алена, тогда потом Паша. Опять же, я хочу сказать, что живем мы здесь и сейчас, и хочется, чтобы город был доступным сейчас и универсальным, как меня поправили, не будем говорить в негативном ключе, так вот, сейчас на низовой инициативе, допустим, как я знаю, можно обратиться в управляющую, я не буду говорить про центр, про плитку эту прекрасную, хотя я думаю, что и там можно достучаться до городских каких-то властей, которые занимаются обустройством среды. Так вот, есть портал «Наш город», и там можно оставить заявку о том, ну, буду говорить утилитарно, мне так будет удобней, допустим, вы видите несовершенный участок дороги, вы видите то, что люди перебегают, допустим, без светофора дорогу, которая сильно нагружена трафиком, и вам кажется, что тут должен быть светофор, вы можете написать на наш город заявку, сфотографировать, сказать, вот тут вот должен быть светофор, мы хотим, чтобы он был, и в принципе они не все заявки принимают, они отсылают в районную администрацию. Таким образом, я сделала понижение бордюра, но это не понижение, жилищник налепил таких вот булочек из асфальта в районе, но тем не менее это работает хоть как-то. И я оставляю заявку, если она не подходит под критерии, которые есть там на сайте, то они адресуют это в районную администрацию. Таким образом, если им оставить несколько заявок, то думаю, что именно управляющая компания районная этим занимается. В принципе, очень прозрачная схема, и каждый может что-то сделать в этом плане. И даже в том случае, где вы описали, правда, конечно, подземные переходы это боль, и я не знаю, каким образом наши городские власти могут оправдать существование подземных переходов, потому что, допустим, в других городах, таких больших мегаполисах европейских, в центре нету подземных переходов. А еще я хотела бы добавить про, мы говорим инвалиды, как самую группу незащищенную, я хочу немножко сместить ракурс с инвалидности. Допустим, когда мы выходим на улицу, на автобусных остановках, чаще всего мы встречаем пожилых женщин. И в остатке, мы поколение, через 40 лет в остатке будут люди, которые говорят сейчас об универсальной среде, и мы будем пожилыми, и я, конечно, надеюсь на биотехнологии, но, скорее всего, мы будем немощными, лет 80 точно. И тогда уже большие массы людей поймут, что такое универсальный дизайн, что такое доступная среда, потому что, когда человек здоровый, он не понимает, но я вас могу обрадовать, все мы когда-нибудь станем не очень здоровыми. Так что универсальный дизайн и доступная среда это не про инвалидность, это про всех нас. Отвечая на вопрос, кто те все люди, которые принимают эти решения, я вот один из вопросов, который мне для подготовки дали, он был примерно про это, я готовился и думал, как на него ответить. у нас есть две парадигмы принятия решений в области благоустройства и городской среды. Первая парадигма это когда у властей есть необходимость сделать какой-то статусный проект или сделать какое-то статусное пространство, которое мы покажем. Вот смотрите, например, Паргорькова, тогда берется компания профессионалов, которые делают проект, которые его реализуют, и мы получаем среду, приближенную к тому, чего вообще хотелось бы на каждой улице. Хотя она тоже не без ошибок, но они, по крайней мере, ладно, бог с ним переживем, хоть жить можно. И есть другой уровень принятия решения, это как раз районный, с которым я работаю как муниципальный депутат активно. если на первом уровне присутствует такая директивно-административная структура, то есть профессионально вы сказали, надо делать так, запроектировали, и это будет делаться так. Никого не будут слушать, не будут задавать вопросов жителям, горожанам, которым важна эта среда, которым важны какие-то символы, которые здесь находятся. Они все отблагоустроят, отплетят, отбордюрят, и будет счастье. Здесь вопрос профессионализма проектировщиков. На низовом уровне ситуация совершенно обратная. На низовом уровне KPI заключается в том, чтобы жители не возмущались. Поэтому у нас есть пример. В прошлом году предполагалось благоустройство Петровского парка. Вроде бы статусный объект, объект культурного наследия. Но из него хочется сделать какую-то реальную нормальную живую среду. И возникли некоторые люди, которые сказали, вы что, это объект культурного наследия, вы хотите здесь поставить туалет? Вы хотите здесь поставить комнату матери и ребенка? Да вы что? И городские власти к моему огромному удивлению сказали, ша-ша-ша, уже никто никуда не идет, и никто не пойдет. Туалет есть примерно за 400 метров, он там у храма, вот сходите туда, вы хотите чашку кофе, вот там в 300 метрах есть кафешечка в подвале, вот туда сходите, вы хотите, чтобы у вас здесь с горки дети катались, а потом выходили на каток, здесь не будет никакой инфраструктуры. И власти слушают, то есть на самом деле получается какой-то идиотизм, то есть с одной стороны мы имеем полюс сугубо административной истории, когда вообще не слышат, и имеем другой полюс, где профессионалы не привлекаются, вернее привлекаются какие профессионалы, ну те, которые сделают вот ровно так же, как им скажут, а скажут, соберут жителей вот в таком же зале, выступят жители, мы хотим, чтобы у нас было вот так, и будет так. И профессиональное мнение здесь, к сожалению, не играет, поэтому, ну то есть большие вопросы к системе принятия решений и к структуре управления, в том числе городской средой, у нас они очень большие. Я здесь отвечаю, наверное, за феминистскую какую-то повестку, я вообще хотела сказать, что город в рождении не только женщинам в колясках, либо с колясками, но в принципе всем женщинам, и тут, наверное, нужно поговорить про безопасность, которая, вы тоже, по сути, уже про это сказали, которая достаточно сильно влияет на мобильность женщин, то есть, я думаю, многие из женщин, которые здесь присутствуют, сталкивались с тем, что попросту страшно идти по той или иной дороге, страшно ехать на ночном автобусе или там в пустом вагоне метро с мужчиной, который сидит напротив и так далее. И есть несколько кейсов, когда политика гендерного мейнстриминга, как она называется, была воплощена в городских органах управления, это, конечно, венский опыт, о котором как раз написано в этой книжке, но еще есть опыт Торонто, где в 1984 году был создан специальный комитет по охране женщин и детей. И там очень интересный кейс, поскольку был синтезирован практический опыт какой-то, а также академический. И именно благодаря лоббированию феминистского какого-то сообщества получилось вынести проблему женской безопасности на улицах, изнасилований, уличного харассмента и так далее, именно в городскую повестку. И этот комитет существовал довольно долго, удалось многое сделать, осветить улицы, какие-то опасные участки, но при этом в 2002 году, то есть даже 20 лет не просуществовало, комитет был свернут, потому что бюджет был перенаправлен в военное ведомство, и таким образом приоритеты правительства очень сильно влияют на это и на то, как можно проблему исправить. И также еще хотела сказать именно про российский опыт. Этим летом я участвовала в школе, которую создали Света, Солнце и Саша Алексеева, феминизм и город. Многие здесь были. И по итогам этой школы мы делали отчет, где основной фокус у нас так получилось, что был на матерях, и, кстати, это тоже большая проблема, потому что мы говорим комната матери и ребенка, а где отец, почему только на матери вся ответственность за детей. И по итогам был сделан отчет, который отправили в собрание муниципальных депутатов Тропарева и Никулина, изначально они нам очень так содействовали, но по итогу этот отчет был отправлен и все. То есть никакой обратной связи не было получено, и наши рекомендации в жизнь воплощены не были. и тут, конечно, я согласна с вами, что очень тяжело как-то с правительством выстраивать отношения эффективные, чтобы из, условно говоря, каких-то активистских проектов получались государственные проекты. Я бы хотел защитить совет депутатов района Тропарева-Никулина. Скорее всего, он этого достойен, потому что то, что вы отправили депутатам ваш отчет, это очень хорошо, и я думаю, что они с удовольствием прочитали, но власть в Москве устроена таким образом, и об этом немногие знают, что муниципальные депутаты не имеют никаких полномочий на то, чтобы принимать какие-то реальные решения. Во всей стране имеют, а у нас нет. Поэтому ребята не виноваты. Заложники системы своего рода, то есть просто так устроено у нас все дела. к сожалению, да. И как отец пятерых детей, трое из которых нет еще четырех лет, я отдельно спасибо хочу сказать авторам книги за историю про подгузники. Я, правда, не видел места, где можно поменять и женщинам подгузники, как-то вот так не встречаю в городе, но то, что и о мужчинах подумали, большое спасибо. Вот, у меня, короче, возникли новые вопросы и темы, которых не было в присланной вам повестке. Сейчас будет сюрприз. Да, потому что, честно говоря, мне кажется, мы действительно очень мало думаем и говорим про какие-то настолько базовые бытовые вещи. Вот туалеты, доступные для всех в городе, куда, господи, в Москве, кроме центра можно сходить в эти туалеты? Ну, в Европе есть своя практика, как это делается. Можно зайти в каждое кафе, оставить там 50 центов, на тебя не будут косо смотреть, ты уходишь как нормальный человек. В Москве эта проблема решается стихийно. Все либо в Макдональдс идут, либо, ну, в общем, вот как я рассказала, в моем районе мужчины решают эту проблему по-простому. У нас есть темный угол около гаражей. Но проблема, опять же, вот этих гендерно-нейтральных туалетов и туалетов, куда мужчина может пойти с ребенком, все женщины с ребенком любого пола идут в женский туалет. Очень мало мужчин могут привезти ребенка в мужской туалет, потому что там страшно, правду скажем. Во многих туалетах там страшно, не надо туда ходить. Но это реальная проблема, про это нужно думать. Это вообще-то базовые человеческие потребности, они, ну, не знаю, нужно как-то думать, чтобы город был не унижающим нас всех, а чтобы он был заботливым, и чтобы он был действительно комфортным. Вторая тема, про которую я думала, пока вас слушала, это вообще чистота наших улиц, и что там происходит, потому что, ну, у нас не отрегулировано убор за животными, ну, где-то кто-то вешает эти плакаты, я не знаю, у них есть какая-то юридическая сила вообще, убирайте за своими собаками. По-моему, нет. И это всегда на ответственности самих жителей, хотят, они уберут, хотят, нет. Вот, ну, и, конечно, вот это всегда российская весна, когда все тает, и вот это вот начинается, ты смотришь, и там просто какой-то бесконечный ужас всего, окурков, бутылков, собачьих экскрементов, ну, в общем, все, чем люди жили долгие пять месяцев зимы, оно вот появляется, да, и тоже это как-то у нас, ну, не знаю, вот как бы, то ли еще какое-то совковое такое, что улица, она ничья, вот там можно все выкинуть, и оно должно магическим образом раствориться, или магическим образом перенестись в урны, но какого-то контроля, какого-то законодательного регулирования, я ни разу не видела, чтобы людей штрафовали за то, что они кидают окурки, ни разу не видела, чтобы людей штрафовали, что они сморкаются, плюются, кидают бутылки где угодно, это какая-то такая бытовая часть, как бы город, он ничей, вот давайте все туда кидать, оно как-то растворится. Ну, и вот Варвара сказала про этот, один из кейсов книжки про городское пространство, некоммерческое, удобное для всех, мне кажется, это действительно настолько невероятно важная история. Опять же, у меня в районе вот есть две стихийных палатки, которые организовали исключительно мужчины, они организовали, потому что они там играют в шашки, шахматы и выпивают, там мужской клуб собирается в хорошие летние вечера до 25 человек, еще поставят там маленький смартфон и смотрят футбольный матч, вообще хорошо. Но это все происходит на одной лавке и больше ничего нет. Они сами там ее построили, сами обтянули ее этой пленкой, чтобы дождик на них не лил, в общем, реально люди вложились. Но вот это некоммерческое место, они могут туда прийти, могут что-то сделать. Есть отдельные городские публичные места типа парков, где делают зоны для барбекю, куда люди могут прийти совсем своим, вот у вас стоят уже барбекюшницы, можете там делать шашлык и как-то отдыхать. Но вот с моей точки зрения, во-первых, этих мест очень мало, с другой стороны, они, конечно, очень сезонные. А что мы все делаем с ноября по апрель? Где все люди? Где городская жизнь вообще? Что происходит? И если прийти в любой торговый центр и зайти на фудкорт, там мы понимаем, где все горожане. Зимой фудкорты вот это наше публичное пространство, которое, в общем-то, не публичное, достаточно коммерческое, ограниченное. Поэтому есть ли у вас какие-то тоже размышления, удачные примеры про то, что можно делать с этим, что можно предлагать горожанам, как они могут осваивать эти пространства и чувствовать себя в них более свободными и при этом более комфортной среде. Сюда же, соединяя предыдущую тему и ваш вопрос, у меня про мамочек отличный пример из недавнего исследования. Сейчас делаем исследование трех новых районов Москвы. Один из них это на Левобережной район Министерства обороны, который еще продолжает строиться и там в принципе вся территория между домами еще вообще огорожена и она должна перейти городу для строительства социальных объектов. Сейчас это просто огороженные пустыри и какие-то детские площадки вокруг. Там все плохо, там не парковок, строительный мусор, ну как бы максимум, чего можно было собрать. Группа, в том числе мы смотрим, мониторим группу ВКонтакте местных жителей и как раз когда мы подключились туда, произошло важное событие в размежевании жителей и в их онлайн коммуникации. Они наконец-то отделили от основной беседы, от основной группы ВКонтакте, где обсуждаются проблемы района, группу мамочек. Мамочки ушли в свою группу в Ватсапе, причем когда они попытались пререкламировать эту группу ВКонтакте, значит, на них тут же шикнули в основной группы, зачем вы нам сюда снова свою рекламу, но в принципе все радостно выдохнули, потому что наконец можно перестать читать бесконечные посты, там понятно про ясли, про одежду, еще что-то, и с одной стороны это как бы очень понятная проблема, это такая сильная сплоченная социальная группа со своей повесткой, которая естественно там свою информационную программу в основном СМИ района продвигает очень сильно, с другой стороны одновременно вместе с этим из общего обсуждения абсолютно вываливаются все вопросы связанные с колясками, безопасностью детей на улице, состоянием детских площадок, коммерческой инфраструктуры связанные с детством в районе и это довольно симптоматичный такой случай мне кажется потому что не только то есть это не обязательно такое размежевание и отсутствие интереса и какая-то эксклюзия на государственном уровне на уровне проектировщиков в общем властных структур, но это вполне себе происходит и на уровне повседневном и в этом смысле тоже примеры которые вы привели таких некоммерческих пространств некоммерческие пространства не всегда абсолютно инклюзивные то есть вот например те примеры которые вы привели это пространство для очень конкретных групп это все равно то есть там понятно кому туда можно войти кому туда нельзя войти это не всегда вопрос про только ну как бы не всегда здесь коммерческий фактор оказывается решающим в вопросе об эксклюзии или инклюзии пространства, это вполне может точно так же работать на уровне просто социальных развлечений, как люди друг друга отделяют в пространстве. Поэтому тут, мне кажется, это может быть связанные вещи, коммерциализация и публичность, а может быть не связанные, это также может работать на вполне низовом уровне. Я как раз пример про этих мужчин, которые себе построили свой мужской клуб. Он, конечно, не инклюзивный, но он в любом случае про проявление какой-то инициативы и решение какого-то запроса. С другой стороны, мы знаем другие примеры. Рядом с этими мужчинами совершенно на соседней тропинке могут ходить женщины с колясками, у которых свой клуб. Они тоже там собираются, есть женщины, у которых дети в песочнице, есть женщины, у которых дети на детской площадке играют. И это тоже уже какие-то клубы, которые формируются. Они стихийные, и не надо их никак организовывать. Наверное, скорее нужно просто их поддерживать и предоставлять им возможности для реализации этого запроса. Есть клубы собачников, которые сейчас тоже развиваются. Мы все знаем, что люди прекрасно организуются по этим своим собакам и ходят вместе гуляют. И у них тоже в некоторых районах города уже созданы для них условия. Там отгораживают пространство, где собаки могут бегать, там тренироваться и всё остальное. Есть бабушки с палками для скандинавской ходьбы. И, в общем, тоже, мне кажется, вполне себе развивающееся городское сообщество. А с весной развиваются всякие люди, передвигающиеся на разных колёсных агрегатах. Сейчас реально много всего. Самокаты, электросамокаты, какие-то люди на одном колесе, даже не знаю, как оно называется, на скейтах. И мне кажется, что действительно у людей есть очень много возможностей каким-то образом осваивать вот эти вот свои досуговые или какие-то такие стили жизненные ниши. И это получается. Другое дело, что иногда ты проезжаешь 5 метров на своём прекрасном скейте, а дальше тебе нужно как-то переходить, преодолевать, нести его грустно под мышкой. И, в общем, всё. И с велосипедом тоже в московском метро не всегда легко и просто. Мамам с колясками тем более. Людям на колясках тоже, в общем. Поэтому, да, ну давайте тогда, если ещё хотите, да, Алена, сказать, давайте. Я хотела бы добавить про клубную культуру. Вот этот ваш яркий пример мужского клуба. Тут есть некоторые нюансы, которые с гендерной проблематикой связаны. Вопрос безопасности. Вот эти мужские клубы, они, с одной стороны, хороши. Мы помним советские фотографии, где дяденьки играют в домино, да, вот когда двор был развит. Ну, у меня есть пример из собственного опыта, когда я ещё не пользовалась коляской, была активна физически, училась в школе, мне было лет 16, и я вечером возвращалась со двора школьного, он где-то в 20 минутах ходьбы был от дома, мимо детской площадки. На детской площадке была закрыта занавешенная зона с двумя скамейками, и там как раз был такой клуб, где мужчины пили пиво. Им, видимо, тогда не было ещё смартфонов с чемпионатами по футболу, и эти мужчины достаточно шумно себя вели, и мне не казалось это безопасным, и, как оказалось, не зря, потому что, когда я проходила мимо, хотя, конечно, как говорится, жертва сама виновата, ты должна была идти окольными путями, но я... Ой, это вообще, я ещё в танкетках вот в таких была, и я прохожу мимо, вот так вот скукожившись, и слышу, как мужчина какой-то, девушка, девушка из этого клуба кричит, я иду, даже вот так вот, шорую, иду, 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 и он всё, девушка, девушка, я оборачиваюсь, и вижу, что он за мной идёт, и мне пришлось бежать от него. Хорошо, что это было близко к дому, и не было темно, но было страшно. То есть вот эти вот клубы клубами, но надо понимать, что тут должна быть культура развита этих клубов. Очень опасно женщине одной в большом городе, как говорится в фильме. Я вообще не сильно агитирую за пивные мужские клубы, может быть, вы меня неправильно поняли, я тоже мимо них иду подальше и с ключами в руке наготове, так что... Мужчины, они отвоёвывают себе эти зоны и образуют клубы, в то время как их жёны там где-то пытаются гулять на необустроенных территориях с колясками, нет у нас культуры как бы вот этой всей равноправия. Они сколотили себе навес для кинчика, но они как бы оставили своих жён гулять там, где, не знаю, собаки гадят. Хотела в поддержку слов Алены сказать, что вот тот пример, который вы привели, для того, чтобы это создать, нужно обладать досугом, которого у женщин-матерей очень часто попросту нет, потому что всё их как бы бытие, это вот забота о ребёнке, пробирание с коляской по лестницам и так далее, как бы, а также ещё куча другого неоплачиваемого домашнего труда, который как бы естественным образом кажется, что он выполняется. И у мужчин на самом деле, правда, есть досуг, есть возможности для каких-то клубов, а у женщин часто нет. У нас прям копятся хорошие уже рекомендации для конца. Я здесь выступлю в защите мужчин, естественным образом. Но на самом деле я бы хотел вернуться немножко к вопросу проектирования городской среды, потому что те примеры, которые вы приводите, это примеры не вполне правильной городской среды. Что нам говорят классики а-ля Джейн Джейкобс о том, как должна она быть устроена? Она должна быть устроена таким образом, чтобы, во-первых, для каждой группы на улице находилось место, находилось занятие, чтобы это место было просматриваемым, обжитым, чтобы, значит, вот я думаю, что случай с вот этой детской площадкой, где люди пили пиво, ее бы не было, если бы людей привычно на улице было бы больше. То есть если бы улица была бы обжитая и являлась бы местом присутствия разных групп людей. То есть это вопрос проектирования в значительной степени. Хороших примеров городов и пространств достаточно много, они есть, скажем так, и на них надо ориентироваться. Хорошими примерами? Ну, слушайте, тут будет скучно. В том смысле, что... Но Берлин, да, вот как бы пример во многих местах хороший. И, кстати, когда мы будем обсуждать вопрос, а как же должна быть устроена структура управления городом, если вдруг, там, по-моему, шестой вопрос был, то я тоже буду приводить в пример Берлин. Потому что, на мой взгляд, те проблемы, которые мы обсуждаем, на самом деле, встает вопрос, а кто их должен реализовывать, решение этих проблем? Кто вот те люди, которые должны принимать решение, как в данном конкретном месте должен быть обустроен переход? Мое мнение, что это, собственно, задача местного самоуправления во взаимодействии с какими-то местными сообществами. То есть это люди, которые здесь живут, должны иметь канал связи с властями для того, чтобы вместе принимать решение, что сделать, а что не сделать. И как раз тренды, которые есть во всем мире относительно управления городами, они идут в этом направлении. В Англии, в Германии, в Германии программа Neighborhood Management, которые подразумевают создание управленческих структур из властей, жителей, других стейкхолдеров бизнеса, которые управляют этой территорией и принимают решение, что здесь должно быть. Если у нас, как сейчас, количество соли, которое высыпается на улице, будет присылаться из мэрии, то у нас не получится на самом деле ничего. Это вопрос системы, структуры управления городом. Так как сейчас оно не работает и не заработает, не взлетит. У меня здесь, собственно, очень простой вопрос. Слушай, то, о чем мы говорим, я все понимаю, что мы хотим жить в прекрасном, лучшем будущем, но, как сказала Алена, мы хотим жить в нем прямо сейчас. И здесь возникает вопрос, как сделать вот эти каналы связи с городскими властями более прозрачными, если они есть. И, наверное, вопрос, который у меня есть, что я конкретно, как жительница района, пусть даже, допустим, в нем не зарегистрированы или не прописаны, потому что по большей части я являюсь квартиросъемщиком, что я могу конкретно сделать, как я могу конкретно влиять на какие-то события, которые связаны даже не то, что с моим районом, а в принципе с городом. Вот, наверное, у меня такой вопрос, как вам, обладателю практического знания непосредственно. Ну, если мы говорим о вашем районе и о том, что рядом с вами, то есть такой лайфхак. Жизнь у нас устроена таким образом, что местные власти реагируют на количество обращений по поводу какого-то вопроса. Если у вас рядом с домом какая-то, не знаю, там лужа большая, там пешеходный переход надо оборудовать, берете соседей, максимум письм, максимум бумаг, чем больше бумаг, тем лучше, и тогда они подорвутся и сделают. К сожалению, у нас вот так все устроено. Опять же, на нашем городе, погуглите, наш город называется сайт, там есть кнопочка «Активный гражданин». Ну, для этого, для того, чтобы стать активным гражданином и участвовать, там есть голосование, построить детскую площадку, в общем, фантастика, Россия будущего. Вот. Я реально говорю, работает только пока со съездами и с светофорами. Но, в принципе, это вот ответ Маша по поводу того, что конкретно делать, то есть наш город, «Активный гражданин» написать Сергею Семеновичу. Здравствуйте. Я извиняюсь, что вторгаюсь. Меня зовут Мария Генделева. Я как раз занимаюсь универсальным дизайном. По поводу, просто не смогла молчать, что можно сделать вот сейчас в реалии нашего времени очень часто, ну, вот сделать, создать универсальную среду за секунду невозможно. И даже там за 5, за 10 лет. И даже если нас с вами услышат все чиновники, которые работают в России, даже если у нас будет куча денег, то все равно мы не сможем создать универсальную среду. Скажу почему. Что нужно сделать сейчас? Нужно менять сознание людей, потому что вот сейчас приведу пример, чтобы попасть к вам. Я немножко опоздала, потому что я припарковала свою машину, мне нужно было дождаться какого-то прохожего человека, к которому я выкрикнула, и он подошел к моей машине, достал коляску. Потом я подождала еще каких-то людей, которые смогли мне помочь и подтолкнуть меня по всем горам, и я сюда добралась. И, в принципе, среда, она была для меня, как для человека на коляске, архитектурно доступна. То есть все были съезды, ровная достаточно поверхность, не было ступеней. Но я иду, и у меня было такое хорошее настроение, такая погода шикарная. И я вижу, идет семья, муж с женой, идут трое детей. И где-то детям около 6-8 лет, и они начинают на весь парк кричать, мам, смотри, инвалид, и дыкать пальцем в меня. И все люди оборачиваются и начинают на меня смотреть. И вот в эту секунду мое все прекрасное настроение от пребывания в парке Горького о том, что здесь архитектурно доступная среда, она улетучилась в одну секунду. И буквально недавно тоже я общалась с одной девушкой, она тоже передвигается на коляске, она рассказывала, что она пошла на свидание, и пошла на свидание первый раз с молодым человеком без инвалидности в театр на инклюзивный спектакль. Кто не знает, когда на одной сцене играют актеры с инвалидностью и без. И она пришла в театр на спектакль инклюзивный, и девушка, которая там работает, в принципе, она должна была быть в теме, то есть там было все доступно, были даже вот места, где было удобно сесть, и она сказала этому молодому человеку, вот поставьте ее сюда, или вы можете поставить ее сюда, такое ощущение, что она какой-то предмет. То есть, в принципе, среда архитектурно может быть доступна полностью для всех категорий, но если в этом пространстве этого человека не ждут, и, в принципе, сами люди не знают, как общаться, и делают большие круглые глаза, и тыкают на тебя пальцем, то все твое прекрасное пребывание в этом доступном помещении, оно уже не так важно. Все-таки здесь и сейчас мы можем изменить сознание людей, и, наверное, это самое главное, что нужно делать сейчас, помимо того, чтобы пробивать стену непонимания между чиновниками и простыми людьми, пользователями города. За ваше добавление вы можете сказать, где вы работаете? Потому что я всех представила, спикеров, а вы… Да, я работаю в общественной организации «Перспектива», я руковожу отделом по универсальному дизайну, и как раз я работаю со студентами архитектурных строительных вузов, и меняю… Ну, я лично только, да, и моя команда, и куча других специалистов, меняем сознание будущих архитекторов и проектировщиков, которые после окончания вузов смогут создавать доступность и создавать универсальную среду. Понятно, что это работа на перспективу, и не факт, что в головах этих ребят через 5-10 лет что-то созреет, но, возможно, что-то изменится. Вера, потом я Вере дам слово, хорошо? Да, у меня как раз тоже был комментарий по этому поводу. Мне кажется, я социолог, я работала, чаще всего работаю в архитектурных проектах, но в 2016 году работала в проекте Сбербанка, когда они начинали пытаться сделать банковские отделения и онлайн-сервисы, приспособленными для людей с инвалидностью. Обнаружилась довольно быстро, как для новичка, довольно простая вещь, особенно, мне кажется, это хорошо видно, когда работаешь с людьми, у которых разные, самые разные проблемы со зрением. довольно быстро обнаруживаешь, что вместо нескольких понятных категорий инвалидности, у тебя есть огромный спектр абсолютно разнообразной телесности и какие-то принципы, которые, например, по освещению важны и помогут сделать удобными, комфортными помещения для людей с одним типом зрения, будут совершенно неудобными и неприятными для людей с другим типом зрения. И многие вещи, особенно люди, у которых комбинация различных специфик коммуникации, зрения, слуха и так далее, что будет у нас у всех, опять же, когда мы станем старше, у нас будут разные комбинации возможностей и невозможностей по совершенно разным уровням телесности. И очень часто ты не можешь, ну, довольно быстро приходишь к тому, что нет, ты не можешь написать рекомендации по физической среде, например, банковского отделения, которые будут однозначно удобны и приемлемы для всех. Но что тебе нужно, базовый навык и базовая идея, которую нужно донести, для того, что это то, что сотрудники, в идеале клиенты, например, банка, были, у них не то, что был бы скрипт, только по которому, так, значит, я вижу человека в очках темных, значит, мне надо действовать так. Нет, базовый навык — это быть как бы настроенным и быть готовым к тому, что тебе сейчас надо не по какому-то твоему шаблону коммуникации с человеком действовать, а тебе надо слышать элементарно. Очень часто ты довольно быстро можешь понять, что требуется и как разговаривать или как помочь или как, не знаю, показать что-то, но тебе это базовый навык быть готовым вести коммуникацию по какому-то не совсем стандартному сценарию и не ждать от человека, что он будет для тебя удобным в первый же момент. Но тут, мне кажется, есть и обратная вещь довольно важная. Понятно, что там легко об этом рассуждать, а там эмоционально, понятно, нас там всех может это триггерить, и особенно человека, это триггерит, на которого это направлено, как в вашем случае, когда показывали пальцем и говорили инвалид. Но также важно, мне кажется, с обратной стороны, если ты тот человек, которому нужна специальная коммуникация или какие-то чуть-чуть больше усилий со стороны окружающих, также не нападать и не, в общем, свою негативную реакцию тоже сдерживать, потому что иначе получается, ну это такой, в общем, коса на камень находят, и все, и никакого позитивного эффекта, никакого просвещения, обучения в этот момент не получается. У меня последний здесь маленький пример, как раз с одним из моих самых прекрасных респондентов, потому что самых разговорчивых, Алексеем Папко. Мы общались, и он рассказывал пример, Анатолий, да, прошу прощения, он рассказывал прекрасный пример, когда он шел в метро, и он полностью незрячий, шел вдоль платформы с тростью, потому что это самый удобный способ пройти по платформе метро, потому что ты четко знаешь, где ты, потому что ты ведешь вдоль края платформы, ты четко понимаешь, где ты находишься в этот момент, ты не боишься свалиться никуда, не боишься ни на что наткнуться и так далее. Естественно, для людей окружающих его это очень страшно. Слепой человек идет по краю платформы, это просто очень страшно. Естественно, все пытаются, значит, люди пытаются помочь, но там не все, кто-то довольно быстро схватывает, что происходит и почему так именно происходит. Но, значит, дальше появляется сердобольный человек, хватает его за руку, отводит на середину платформы и с чувством, что сейчас его, да, спас, да, все хорошо, значит, уходит, он говорит, эээ, подождите, что вы сейчас сделали, я не знаю, где я. То есть вы либо меня уже доведите до выхода, пожалуйста, ну, как бы, если вам уж так не втерпешь, либо верните меня откуда взяли. и это, ну, знаешь, ну, тут как бы надо знать тоже Анатолия, этот человек там абсолютно с прекрасным чувством юмора, очень легко к таким ситуациям относящимся, и действительно, ну, то есть он потратил свое время на то, чтобы объяснить, а как удобно, а как надо, и как это работает с его точки зрения. И мне кажется, там, пример, например, самый первый, который вы привели там с водителем автобуса, который там должен был не нажать на кнопку, да, руками что-то сделать. К сожалению, да, это требует довольно такой постоянной и скрупулезной работы и подавления собственного раздражения и требования от людей, потому что, ну, иначе, да, иначе это коса на камень, никто ничему не учится, но да, но надо это обучение постоянно производить. И никакой, ну да, никакой абсолютно универсальной среды физической без огромной социальной инфраструктуры и взаимодействия не получится. Спасибо. Я просто хотела поддержать сначала идею Марии, что мне кажется, действительно очень важно больше работать с тем, чтобы изменялось восприятие людей, их ценности и представления, потому что это действительно это все, это в языке, это в отношении к другим людям, это вот даже в той необходимости причинять добро, да, давайте мы сейчас как бы спасем вас так, как мы знаем и умеем. И с одной стороны, я помню, что вот в моем детстве я росла в небольшом российском городе, у нас был такой рабочий-крестьянский двор, и люди, любые другие люди, даже не с какими-то, не знаю, физическими особенностями, а просто любые другие люди, они, конечно, страшно маргинализировались, они обидными словами их называли, мы дети, исключали их всячески из нашего пространства. И мне, с одной стороны, очень приятно видеть, как все сейчас меняется, как меняется наш язык, что мы перестаем использовать стигматизируемую лексику, что городское пространство, вот тут уже и такие знаки, и сяки, и вот эту плитку сделали, всякую. Но с другой стороны, вот даже в простом примере, который проводила Алена, у людей просто элементарно не хватает какой-то терпения и какого-то уважения к другим людям, к их проявлениям, потому что пару лет назад я была с группой активистов с Северного Кавказа в Нью-Йорке, и вот мы ехали просто в городском автобусе по Нью-Йорку, мы ехали вон на мероприятия, и вот мы останавливаемся на автобусной остановке, и заезжает дедушка на электрической, похожей на вас, коляске, то есть он сам въезжает, сначала автобус медленно останавливается, он медленно спускает вот этот вот борт, человек медленно заезжает, водитель останавливает автобус, выходит, проходит к этому человеку, помогает ему пристегнуться, спрашивает его, комфортно вам, все нормально, я вас хорошо пристегнул, можем ли мы ехать, три раза у него спрашивает подтверждение, потом все это обратно собирает, вот этот пандус, закрывает двери, поднимает автобус, ну это реально заняло, ну будем говорить, не знаю, ну пять минут точно на остановке, и все люди в автобусе совершенно спокойно продолжают заниматься своими делами, никто не фыркает, не пыркает, не кричит, я паствую, ну сколько можно, ну что же это такое, и вся моя делегация Северного Кавказа, они стоят и смотрят, как будто бы сейчас мы наблюдаем пришествие инопланетян в наш автобус, как будто происходит что-то настолько невероятное и магическое, и они говорят, и что, а если на следующей остановке такое будет, мы опять будем пять минут стоять? Я говорю, да, мы будем опять пять минут стоять, потому что у этих людей вот есть такая методика заезжания в автобус, им все эти меры необходимы, они говорят, но ведь поражает, что никто не возмущается, что никто не выражает своего негатива, и поэтому вот эта часть, чтобы люди переставали тыкать пальцем и говорить, почему мы должны ждать, вот эта часть, она, конечно, очень долгая, она, это недостаточно сделать что-то в городском пространстве, убрать эту плитку или там, как это называют, ну в общем, какие-то разделители, да, физического пространства, это какие-то разделители в голове нужно убирать, на это нужно время. Вот, я обещала дать сейчас слово Вере Осиновской, а потом мы к вам вернемся. Вера, на самом деле, должна была быть здесь, но она скромно сидит в первом ряду, но я обещала ей, чтобы она, вы представьтесь тоже, пожалуйста, чтобы я не наврала ничего. Вера Осиновская, я работаю в соцзащите города Москвы и занимаюсь как раз проблемами инвалидов. Ну и вот здесь уже говорили о проблемах в головах, о барьерах в головах, и вернуться если к тому, что мы пришли на презентацию этой книжки, я хотела предложить фонду Бёля продолжить этот прекрасный проект. Ну, я не говорю о том, что книжка очень хорошая, она мне тоже понравилась. Недавно мы были тоже в Германии и в Лейпциге нам подарили вот такую книжку. Она рассказывает детям посредством общения этих героев, о проблемах, которые есть у детей, ну и у взрослых впоследствии с инвалидностью. Мы сделали домашний перевод, и мне показалось, что он достаточно интересно написан. И вот я как раз хотела предложить, может быть, вы займётесь тем, что издадите эту книгу. Она здесь, вот видите, герои вот эти, которых можно было бы, наверное, с Лейпцигом, это общество инвалидов Лейпцига придумало этих героев. И суть в том, что они вписаны в окружающую городскую среду. Но среда – это среда Лейпцига. То есть на примере посещения разных объектов города эти герои встраиваются в эту среду. Ну и как-то, в общем, показывается, как они общаются между собой, с этой средой, с окружающими людьми. И было бы интересно, если бы это можно было на примере Москвы, скажем, взять московские уже объекты и поместить туда этих героев. Я готова тоже помочь подыскивать объекты, как-то текст редактировать. Мне казалось бы, что если вот такая книга будет издана в Москве, ну, может быть, и какой-то другой город захочет, она бы помогла воспитать и следующие поколения более таким восприимчивым к проблемам доступного города. И, может быть, что-то сдвинуть в головах родителей, которые будут читать детям свою книжку. И я думаю, что какая-то часть проблем может быть решена таким способом. большой, давайте с вами потом про это поговорим. Книжку мы оставим здесь. Мария, вам дам две минуты прям, потому что нам надо последний вопрос обсудить и уже открывать. На самом деле у меня все то же самое было. Ну, то есть там, на самом деле... Хорошо. Вы хотите что-то сказать, да? Тогда, Ален, давайте. Сказать то, что все это разговоры про среду, про отношения людей. Необходимо инклюзивное образование, начиная с детского сада. Отличное предложение. На опасную территорию зашла, которая может развить наш разговор еще на два часа. Да. Ну, в общем, возвращаясь, в принципе, к тем комментариям, которые уже прозвучали от предыдущих спикеров, я думаю, что на самом деле поведенческие барьеры это очень-очень важная вещь. И мне кажется, что здесь важно... Что меня всегда радует, что мы можем каждый раз пересматривать все границы телесности и все границы, которые у нас есть по отношению к тому, как может работать публичное пространство. Потому что мне кажется, что у нас зачастую есть очень четкие сценарии, как мы им можем пользоваться и как именно человек, который пользуется этим публичным пространством, должен выглядеть, должен двигаться, должен ли он подбирать окурок или не подбирать окурок, может ли он курить или не может курить. Но... И мне кажется, что чем больше в процесс принятия решений мы добавляем максимально различных людей, в этот момент у нас начинается как раз-таки разговор о том, что такое по-настоящему доступное пространство, что такое по-настоящему общественное пространство. И поскольку мой опыт по большей части сосредоточен вокруг выставочных пространств, мне кажется, что там такие вещи можно как-то... То есть такие маленькие утопии, которые работают на 2-3 часа, это возможно сделать. А когда мы говорим про такую большую конструкцию, как город, мне кажется, что мы здесь всегда теряемся и забываем про нашу личную индивидуальную позицию в том числе. И просто говоря про обязательность помощи, которая так или иначе может сыграть в негативном ключе или про какие-то стигмы, которые мы каждый раз испытываем. Просто недавно у меня произошел очень странный опыт. Их много происходит, но один из них, когда просто на Китай-городе есть такое пространство, которое называется Яма. Яму, я думаю, многие здесь знают. И прошлым летом это просто было… Яма — это пространство на территории района Чистые пруды Китай-город, пограничное пространство, которое представляет из собой яму, который… То есть такой амфитеатр небольшой, где можно было собираться большому количеству подростков и взрослых и так далее. То есть это такое некоммерчески потребляемое пространство. И в прошлом году это место бурлило и так далее и тому подобное и стало такой своеобразной точкой сборки района. Так вот, я в субботу сидела, была уже хорошая погода, я в субботу сидела там с другом и огромная стайка подростков, ну, как бы, позвольте мне использовать такую терминологию, огромная стайка подростков уже сидела там и я не поняла, что произошло. В какой-то момент вся эта стайка встала и улетела. я сижу с другом, он слабослышащий, я слышу, что в этот момент кричат мусора позор России и я поворачиваю голову назад и я вижу одного полицейского. Одного. и вот этот вот один полицейский спугнул около 70 подростков в этот момент. Просто своим фактом присутствия, просто своим фактом нахождения в том пространстве, которое до этого было для них безопасное. И я не знаю, как с этим совладать, потому что у меня есть ощущение, что какое-то место, которое до этого работало как безопасное, сейчас уже будет рассматриваться как сложное. Спасибо. Но вы на самом деле, вот вы сегодня прям бездонные у нас открываете новые ветки для дискуссий про то, кто такие полицейские, люди, которые спасают наших котиков, когда они залазят на деревья, как в Англии, или люди, которых мы боимся, потому что они могут проверить наши документы. но как бы это не уверена, что это проблема города, это скорее как бы вообще проблема каких-то наших отношений с правоохранительными органами, тем, чем они являются. Я все-таки хочу, чтобы у нас вот сейчас панельная наша часть закончилась, и вот этот важный вопрос последний. Как все разные акторы этого пространства, этого городского пространства могут взаимодействовать, потому что мы здесь тоже не случайно собрали очень разных людей из разных сфер. Но основная идея, которая мне кажется безумно важной, это идея права на город. Вот как-то в городской социологии claim the city, вот как бы востребовать свой город, свое право на него. Я тоже вспоминаю, что, например, поколение моих родителей, оно совсем по-другому воспринимает город. Город для них это что-то, что совершенно им не принадлежит. Заборы, которые вокруг всего, входить нельзя, туда тоже нельзя. А вот только что возвращалась от них, у них огромная лужа, незарастающая просто уже много лет около их дома. Я говорю, машины въезжают, там просто бьются все время машины. Я говорю, ну почему никто не займется этой несчастной лужей? Я говорю, ну это же власти должны заняться. Я говорю, ну это кто? Кто эти власти? На каком уровне власти должны заняться ваши лужи? Вы не можете написать запрос, что ли, вашу службу, сказать, у нас здесь лужа, много лет, заделайте ее, пожалуйста. Им это не приходит в голову, у них совершенно нет ощущения, что они могут выражать свое право на город. Поэтому мне сейчас хотелось бы в нашем завершающем раунде от вас услышать какие-то идеи и, может быть, какие-то хорошие уже работающие способы выстраивание коммуникации между урбанистами, между муниципальными органами, между городскими активистами и простыми жителями для решения проблем. Если вот что-то вам есть про это сказать, это будет очень здорово. Чтобы эти люди могли между собой разговаривать, принимать решения, и эти решения каким-то образом воплощались, нужен какой-то инструментарий. Нужна А. Площадка, нужны Б. Полномочия, нужно привлечение экспертов. То есть на самом деле мы говорим о том, что право на город должно реализовываться в том месте, где ты живешь. И должны быть некие механизмы, которые позволяют тебе донести свою волю до властей. Местное самоуправление? Других вариантов на самом деле нет, потому что ничего не придумали, к сожалению. Но все-таки местное самоуправление это что? Это вот оно в чем должно выражаться? Просто выбрать хороших депутатов, которые отражают интересы этого района? Ну, не, на самом деле, если мы будем говорить про методику управления городом, то нам необходимо перенимать буржуинский опыт. Вот как ни прыгайте. Значит, в Берлине единица управления, то есть там есть районы есть, ну, обзовем это кварталом, обзовем это неким наибухудом, единица управления это там от 8 до примерно 25 тысяч жителей. У нас в районе Марьино, самом населенном районе, 253 тысячи жителей. Каким образом можно создать сообщество или привлечь жителей к решению этих вопросов? Ну, можно тогда в футбольное поле собирать этих людей, которые будут вам высказывать свои пожелания относительно этой жизни. То есть нужна на самом деле административная реформа управления Москвой. Нужно изменение подхода. Я, когда вот шел сюда, я там с своей коллегой пообщался, она задала вопрос, что, ну, первое, что я бы спросил, это, а город-то хочет вообще реализовывать все то, что в этой замечательной книге написано? Ну, это как с похудением. Мы все примерно знаем, как это сделать, но если мы не будем этого делать, не будем захотеть, то, в общем, как бы достаточно бесполезная история. Здесь та же самая штука. Есть ли у властей города на самом верху интерес к тому, чтобы изменить город именно в этом смысле? По моему опыту, к сожалению, нет. Есть статусные проекты, которые должны быть, которые надо показать туристам, всему миру, чемпионат мира, и есть все остальное, которое сейчас развивается, сейчас оно лучше, чем раньше, но в этом нет интереса, к сожалению. Мне кажется, что вы сейчас говорите две вещи, они на самом деле разные, потому что, с одной стороны, клейм ве-сити, это нужно жителям. Право на город, это жители, они снизу его заявляют и требуют. Другое дело, вот какие у нас есть хорошие рабочие механизмы, сделать так, чтобы нас услышали. Власти муниципальные и, не знаю, власти своего района, власти Москвы, вот скорее, мне кажется, очень важным разговор про это, потому что, не знаю, у нас у всех разный опыт, но мне кажется, во многих каких-то сферах жители созревают, у них возникают инициативы, может быть, это не такие большие амбициозные инициативы, как хотелось бы, но вполне себе какие-то жизненные нужды. У меня есть очень, на мой взгляд, забавный пример. Я тут господину Собянину очередное обращение написал с предложением. Дорогой товарищ Собянин, давай сделаем технический регламент, согласно которому все нерегулируемые пешеходные переходы в городе Москве будут а. освещены, б. приподняты над уличной частью. Тогда там не будет грязи, тогда она будет стекать, они будут сухие, они будут безопасные. Мне ответил департамент жилищно-коммунального хозяйства, дословно написав таким образом, что, к сожалению, не представляется возможным за счет нанесения разметки на асфальт сделать приподнятость асфальта. Поэтому, дорогой товарищ, мы ничего не можем сделать. Это к вопросу о эффективных каналах коммуникации, донесения. Я муниципальный депутат, меня тысяча человек выбрало, проголосовали, прям пришли, галочку поставили. Но это не работает, к сожалению. Мое мнение, нет эффективных сейчас механизмов донесения этой истории. Ну, есть, наверное, да. Вот весной у нас будут выборы в Мосгордуму, если мы выберем хотя бы нескольких адекватных людей, то, может быть, жизнь как-то начнет меняться. Потому что практика показывает, вот появились независимые депутаты, советов депутатов. Пошла какая-то движуха. Движуха реально наблюдается, что-то происходит, люди бузят, те удивляются, говорят, опа, депутаты, оказывается, есть. Жизнь меняется, но, естественно, путем. Мы ходим на выборы, меняем власти. Я бы сказал так, на депутата надейся, а сам не плашай. Мне кажется, принцип такой. Мне кажется, что все-таки, и это, кстати, упоминалось, ну, некоторые ахиллесовы пята власти, пользуясь которой можно отстаивать какие-то свои интересы, это, ну, медийность и какое-то такое, ну, движуха. Действительно, когда одновременно приходит много-много запросов, значит, на что-то, это замечают. Если про это еще начинают там писать в блогах и так далее, а это тоже все сейчас очень старательно мониторится, то это замечают. То есть, в общем, на самом деле, главное не быть немыми и не стесняться и как можно активнее, если у вас, вы хотите заявить свое право на город, вы его заявляете, и чем громче и дружнее, может быть, объединившись с другими горожанами вы это будете делать, тем больше шансов, что тем или иным образом вас услышат. Понятно, что это немножко какая-то такая архаика первобытная, как бы вот кто громче крикнул на площади, значит, то и сработало. Было бы здорово, если бы действительно те же самые муниципальные депутаты имели больше полномочий и могли бы, так сказать, быть тем самым связующим звеном. Тут я полностью поддерживаю, ну, проблема серьезная есть. Но несколько лет назад мы вместе с коллегами из Левада-центра, ну, там, для одного исследования замеряли уровень активности горожан. И они разделили всех горожан примерно где-то на три сегмента, в том числе москвичей. Где-то в районе полпроцента это как бы городские активисты. Они говорят, ну, в принципе, это 0,5, да, 0,5 процента. Вот. Они говорят, кстати, обратите внимание, в крупных городах российских, там, ну, условно, там, в Воронеже это один процент, это больше процентов, чем в Москве. вот. Это вот люди, которые готовы там идти, отстаивать и так далее, и так далее. Их реально очень мало. Где-то примерно 10-15 процентов, это, ну, с некоторой такой условностью, можно их назвать неравнодушные горожане, которые вообще следят за повесткой, знают, кто у них муниципальный депутат, им как-то что-то вот интересно. Но при этом они настолько как бы заняты своей жизнью, что они не готовы что-то делать, там, не знаю, приходить на какие-то там общественные обсуждения и так далее, и так далее. Для них, в общем, некоторым каналом коммуникации становятся условные как раз, там, не знаю, наш город, какие-то электронные формы коммуникации, они, ну, некоторый выход из ситуации. Но при этом больше 85 процентов это молчаливое большинство, которое сидит на кухне и говорит, от нас ничего все равно не зависит, единственный как бы способ его мобилизовать, это, ну, либо прийти к нему в дом с отбойным молотком, либо, значит, не знаю, под окном что-то такое начать делать ужасное, тогда как-то вот мобилизуется. В общем, главное, не нужно быть вот этим вот пассивным, молчаливым большинством, нужно быть в хорошем смысле слова активным горожанином, и чем больше нас будет, тем, мне кажется, больше шансов, что что-то будет меняться. Спасибо. Алена и потом Мария. Ну, я просто прокомментирую по поводу активности, я призываю всех к осознанности, потому что активность – это привилегия, привилегия тех, у кого больше прав, а прав у нас сейчас больше у мужчин, которые ездят каждый день на работу, потому что их голос более ясен, слышен. Женщине, которая сидит с тем же ребенком, чей муж уехал на работу, ей некогда даже на наш город зайти, потому что когда ребенок маленький, там не сильно хватает возможности отвлечься на компьютер. И когда мы говорим об осознанности, это здорово, но мне кажется, если немножко сдвинуть акцент на потребности женщин, женщин в городском пространстве, то и всем нам станет значительно лучше. я не буду сейчас призывать вас к феминистской революции, но тем не менее, я надеюсь, что все поняли, о чем я говорю. Подумайте о привилегиях. Те, кто сейчас пойдет ножками, подумайте о том, что есть люди, у которых нет такой привилегии, и когда вы увидите какое-то препятствие, лишний раз задумайтесь. У нас, правда, есть какие-то возможности появляются. я верю, что со временем люди, ну, мы же ездим за границу, привилегированные мы ездим за границу, мы видим, как живут другие, как старики радостно проводят время, и мы хотим также это делать, поэтому призываю всех подумать о том, что это не норма, то, что ты здоровый, сильный, или то, что ты такой, типа, деловой мужчина, который вышел и доехал до делового центра по прямой линии метро и через три ступеньки перескочил, тебе все равно то, что там вот такие швеллера, по которым твоя жена потом будет спускать эту коляску. В общем, ну, как-то так. И я бы еще добавила, что мне кажется, что те, кто собрались здесь, это уже достаточно осознанные люди, которым эта тема интересна и важна, поэтому просто важно распространять это дальше. И действительно, там своим родственникам, друзьям, знакомым как-то, ну, максимально доступными вам способами это доносить. Мария. Раз, раз. Я хотела сказать о пассивной инклюзии. Понятное дело, что быть активным, ну, и вообще призывать там всех быть лидерами, быть активными, это здорово, но, к сожалению, приходишь с работы, постоял в пробке и думаешь, сейчас пойду вот на моем месте специализированном поставили машину и думаешь, сейчас вот позвоню, сейчас там ГАИ вызову, устрою всем. И потом понимаешь, что у тебя даже сил нет телефон набрать. И, в общем, вся твоя активность, она куда-то улетучивается вмиг. И я уже всем говорю о том, что, ну, вот, к сожалению, такие реалии, что мы не можем быть активными, по крайней мере, большинство. И нужна здесь пассивная инклюзия, это такая пиар-компания, когда вот мы видим с вами разные билборды по городу, к сожалению, практически социальной такой рекламы, ее очень мало. Например, я вот, у меня в памяти только одна, когда вы, наверное, видели инвалидное кресло и рядом кресло для ребенка в автомобиле. И там такими большими буквами написано «Что ты выберешь для своего ребенка?». И, естественно, у любого человека ассоциируется инвалидная коляска с чем-то очень негативным. Это уже что-то такое плохое, оно там где-то сидит на подкорке. И вот, когда очень часто на работе я встречаюсь с разными людьми, и вот недавно была одна компания, они хотят организовывать большой такой форум по ортопедическим средствам, то есть протезам, и они хотят это делать в гостином дворе или еще где-то, я уже не помню. Я говорю, а у вас будут висеть билборды о том, что вот будет такой полезный фестиваль? Они говорят, а зачем? Это же вот только нужно определенному кругу людей. я говорю, это такая пассивная инклюзия, когда человек, даже не зная об этой проблематике, которому не нужны никакие там получается протезы, он просто идет и видит о том, что вот будет в Москве такой большой фестиваль, такой большой форум, и он просто на секундочку задумывается о том, что есть такие люди вообще в жизни, в мире, в городе, но и вот оказывается у них есть протезы и возможно ты не видишь их, но они ходят с тобой рядом, просто он на секунду задумался, а потом дальше пошел выгуливать там свою собачку или пить кофе или еще что-то. И вот когда каждый человек, который не особо активен, просто там сидя в пробке увидит какой-то билборд или какую-то рекламу и социальную, да, и возможно он просто задумается об этой инклюзии, где-то там на подкорке там что-то останется, поэтому что можно сделать? Вот можно делать такие вещи и потихонечку как реклама, да, как какая-то вирусная, мы сами того не замечая, просто что-то у нас, какие-то слова в голове нашей остаются, поэтому если вот была бы такая пассивная инклюзия, возможно, что-то потихонечку бы менялось. Я хочу сейчас еще предоставить очень коротко Саше возможность представить свой ЗИН, потому что у нас вот есть Саша, которая принесла кучу своих журналов. Саша, расскажите сами. Да, добрый вечер всем. Я тут на правах ярмарки «Башкирский мед» в вашем локальном ДК. Пришла рассказать о проекте, который делали Ульяна Быченкова и я какое-то время назад. Их в ЗИН эти обещали в событии всем подарить, вот поэтому я привнесла коробку, и она здесь, и вы подходите, их берите. В общем, этот проект был «Урбан феминизм» назывался, и начали мы его в 2015 году, когда урбанистика была повсюду, феминизма еще нет, и нам показалось очень смешным как бы апроприировать урбанистику через такой феминистский дискурс, и поговорить как раз о городе с точки зрения теории позициональности, интерсекциональности и всех таких дел. Вот, у нас из этого появились некоторое количество дискуссий, которые мы потом расшифровывали, и вот они стали основой этих ЗИНов, плюс еще мы делали смешные переводы реферата или просто переводы некоторых статей, которые нам казались уместными. Замечательные авторики писали нам статьи, еще мы пытались сделать какие-то полезные советы, ну и еще дрались, но драк в ЗИНах нету. Вот, поэтому все не стесняйтесь, подходите, берите, они розовые и сдаются на переработку. Вот, спасибо. Спасибо большое. Я сейчас хочу открыть 20-минутную возможность для аудитории что-нибудь сказать, спросить, прокомментировать. Да, поднимайте, пожалуйста, руки, кто хочет что-то сказать, прокомментировать. Да, вот, там в самом, на самом последнем ряду рука. Добрый день, меня зовут Саша, я студентка архитектурного вуза. Вот, у меня возник такой вопрос. Так получилось, что у меня есть опыт знакомства и так далее с как раз очень активными гражданами, скажем так, которые очень заботятся о своем дворовом пространстве, о своем пространстве подъездов и так далее. и они настолько активны, что добиваются многих решений и пространство действительно меняется, но там, на мой взгляд, встает проблема или вопрос отсутствия экспертов, потому что вот как раз несколько примеров, которые я недавно обсуждала с людьми, про то, что люди говорят, нам не нравится, что ходят в наших дворах, сюда заходят люди, которые нам не нравятся, мы хотим поставить забор и они своими действиями в общем-то добиваются того, чтобы ставить заборы и они это делают безусловно без каких-то там злых помуждений, они просто хотят как-то решить свою проблему. Ну и, наверное, вопрос, что делать, потому что понятно, что заборы не решение проблемы и лучше они не делают никому. Тут, мне кажется, две такие штуки есть. С одной стороны, я тоже хотела об этом в отношении нашей дискуссии сказать, у нас регулярно, особенно по гендерным вопросам, всплывала тема безопасности, к которой надо очень осторожно относиться, будучи городскими планировщиками и архитекторами, потому что у людей очень много страхов, как то, например, мигрантов, примерно всех мусульманских мужчин и так далее, и бездомных, да, и это довольно, ну, это не всегда вещь, которую необходимо воспринимать буквально, с одной стороны, да, и там, ну, потому что часто это очень любят брать и использовать дальше в качестве, например, там, мой любимый пример с одним из районов реновации, где девелопер сказал, да, ну, вот видите, 70% людей сказало, что здесь небезопасные мигранты, давайте мы здесь сделаем район бизнес-класса, поставим заборы, и все будет хорошо, не будет ни мигрантов, никого страшного, да, ни бедных, наркотики не будут продавать, все, закладки не будут делать, все будет хорошо, вот, поэтому это вещь, с которой надо очень аккуратно работать, и действительно, да, там, воспринимаемая безопасность, это очень такой сложный конструкт, с другой стороны, это вопрос действительно того, как мы, тоже о чем вы говорили в начале, как мы работаем с людьми, там, мы как социологи, антропологи, как люди, которые занимаются проектированием сессий с горожанами, очень часто, в большинстве случаев, нельзя просто спросить и записать чье-то мнение, потому что горожане по каким-то вопросам являются очень информированными и очень квалифицированными пользователями города, по каким-то вопросам, например, в частности, городской бюджет, управление, интеграция, diversity и так далее, они такими не являются, и ты не просто должен о чем-то у людей спрашивать, но ты людям очень часто должен рассказывать контекст, делать их более информированными пользователями города и только уже предоставив этот контекст, рассказав, например, мой тоже любимый пример, если вы все хотите аттракционы, хорошо, вот так финансируются аттракционы, вот столько они стоят, теперь давайте еще раз подумаем, вы хотите аттракционы в первую очередь в своем парке, это банальный пример, но так примерно со многими вещами работает, нельзя просто, как особенно у нас сейчас везде, там должны быть опросы для любого городского проекта, надо спросить людям, насколько они удовлетворены по шкале от и до, всем, чем можно и там, чего они хотят, вот, так это не должно работать, надо учить горожан, надо их делать более информированными пользователями, тогда уже спрашивать об их интересах, а не о каких-то позициях, которые они тут же заявляют и решениях, которые они предъявляют, и, ну, тут тоже архитекторам надо очень аккуратно работать с таким фидбэком, который они получают, мне кажется. Кстати, прямо в продолжение тогда хочу спросить про кейс, может быть, он, ну, не знаю, наверное, многим известен, ночлежка, которая хотела открыть прачечную в районе Динамо, это было, да, наверное, Савеловская, да, вот, мне кажется, прям идеальный пример того, как жители двора сказали, не надо нам прачечные для бездомных, они тут будут ходить, плохо пахнуть, мимо наши дети будут ходить, садик, и в результате все, ночлежка решила переезжать в другой район города, вот, как бы, а что с этим, как бы, с одной стороны, мы же добрые, хорошие люди, мы должны думать о бездомных, мы, наверное, уже хорошо информированы о том, что бездомные это не какие-то там, не знаю, алкоголики, которые занимаются преступностью, но в то же время, вот, престижный элитный район Москвы вот так вот среагировал, вот как жить после этого. Я бы ответил, вот у меня есть пример жителя дома, который говорит, мне рядом с домом не нужны урны, потому что сволочь сосед со второго этажа не доносит до помойки, выкидывает пакет в эту урну, и там всегда мусор. Вообще, между нами девочками, в городе должно быть много прачечных для бездомных, они должны быть в каждом районе, должно быть много лавочек, на которой сидят люди, и да, на некоторых они будут пить пиво и распивать, и курить, и даже иногда, ой, ругаться матом. В городе должно быть много урн, то есть, когда у нас много, и оно распределено, оно не является таким опасным, оно не является таким страшным, пугающим. Да, одна ночлежка на всю Москву, ну, понятно, со всей Москвы, со всех вокзалов сюда поедут, и это ужас. Но если в каждом районе будет такая история, то мы снимем эту проблему, но мы создадим более комфортную среду для не только бездомных, но и тех, кто с ними так или иначе соприкасается. Спасибо. Еще есть вопросы какие-то? Да, пожалуйста, вот рука. Здравствуйте, меня зовут Илья, я журналист, я занимаюсь художественными проектами в городской среде. Мой вопрос такой, могут ли как-то районные медиа помочь сделать пространство более инклюзивными, и если могут, то что должно происходить на районах медиа, как все это должно выглядеть на вашем плане? Спасибо большое. Мне кажется, что районные медиа, как и любые другие медиа, могут, собственно, привлекать внимание к этой проблеме и писать об этом, и обсуждать это. И действительно, многократно мы сегодня говорили о том, что самый серьезный, и самый опасный барьер это те барьеры, которые находятся в голове у людей. И в этом смысле просто напоминать о том, что такая проблема, как минимум напоминать о том, что такая проблема есть, как максимум обсуждать пути ее решения, особенно применительно к конкретному району. Потому что, когда мы говорим про Москву вообще, что было бы как бы хорошо в городе, это один разговор. Но если можно более конкретно говорить о конкретных подземных переходах, о конкретных магазинах, где нет пандусов, еще что-то, ну, это тоже та вода, которая камень точит, и очень здорово будет, если журналисты тоже будут в этом участвовать. Наверное, так. Я вот добавлю еще одну идею, которую тоже давно я про это думаю, насчет вообще старшего поколения. в наших городах российских, где оно, да, вот как бы, ну, сегодня уже кто-то говорил, что там в Европе пенсионеры, вот они выходят на пенсию и начинают путешествовать. Они, в принципе, активные люди, которые осваивают окружающее пространство. В России пенсионеры, маршрут, телевизор и магнит, магазин, который по соседству, может быть, к внукам доехать. Ну, реально просто очень ограниченный образ жизни. В Москве по-другому. Москва сейчас создает довольно много возможностей, есть всякие клубы, куда можно пойти, досуг, чему-то там учиться, в хоре петь. Да, активное долголетие, с палками ходить, физкультурой заниматься. Но реально, если мы чуть-чуть отъезжаем, то во многих городах этих возможностей просто меньше. Но в то же время именно пожилые люди очень часто, ну, как бы, неиспользованный такой вот ресурс большой, который можно было привлекать. Вот вы говорите про муниципальные СМИ, ну, в большинстве пенсионеры, наверное, не знаю, на 90% читают вот эти вот региональные газеты. Они часто живут в этом районе достаточно долго, они про этот район много знают, помнят, как там было 50 лет назад. И, в общем-то, если как-то вот через районные СМИ можно было бы их привлекать, быть более активными, включенными, нашлось бы какое-то физическое пространство, куда бы они могли приходить и вкладывать свои идеи, чувствовать себя включенными, то, мне кажется, это было бы вообще какое-то такая хорошая история. Это, например, означает, что районные медиа должны быть не только онлайн, как бы это не модно не звучало. Ну, да, ну, то есть это должна быть там и многие люди, да, многие люди на пенсии, понятно, пользуются всеми интернетами все прекрасно, но, тем не менее, да, и доски, и газеты, и самые разные материальные медиа должны быть задействованы, и без этого ну, там будет очень маленькая прослойка. То есть даже там люди, которые сидят в местных группах, например, районных, это там, ну, 20% от населения района. Кто там активно читает, это еще меньше. Кто в WhatsApp активно переписывается, это еще меньше. Предлагаю вам, вернее, всем нам на этом закончить. Я хотела бы поблагодарить, во-первых, мою коллегу Алену Жоголь, которая все это организовала, помаши ручкой, да, всем, чтобы все тебя видели. Вот, на самом деле, Алена, в общем, была таким двигателем этого проекта и помогала организовать, поблагодарить гараж за то, что они нас приняли и поблагодарить их за то, что они такое классное и действительно доступное пространство, потому что, когда мы искали площадку, это просто была головная боль. А вот, где мы можем это организовать, чтобы у нас могли прийти мамы с колясками, люди на колясках, и поэтому большое вам спасибо за то, что вы такие крутые, и поблагодарить наших переводчиков, которые весь день, весь вечер сегодня работали. Вот, ну что, книжки на столе, поэтому, если кто-то еще не взял или хочет взять вторую, третью, то, пожалуйста, и благодарю всех наших замечательных спикеров сегодня. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok